Генеральный партнер программы ТО КТП Костак сообщает, что вспышка коронавируса может сдерживать рост спроса на нефть, если вирус продолжит распространяться. Но спад цен на нефть ниже 50 долларов за баррель маловероятен. На Китай приходится около 15% мирового потребления нефти. Страна – основной драйвер роста мирового спроса. По данным Управления энергетической информации США, его вклад в рост мирового потребления за последние 5 лет составлял в среднем 36% и должен был составить около 40% в 2020 году. Как отмечается в отчете, масштаб перенасыщения рынка будет зависеть от продолжительности вспышки и способности стран ОПЕК-плюс при необходимости корректировать уровни добычи. Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов заявил, что продукты из Китая не должны расти в цене. Однако некоторые недобросовестные бизнесмены все же подняли стоимость товаров, передает Тенгры Ньюз Кейзет. В настоящее время ряд продавцов начали повышать цены, ссылаясь на закрытие границы с Китаем. В связи с этим сообщаю, что Казахстан не приостанавливал движение товаров как из Китая, так и в Китай, заявил Султанов сегодня на заседании правительства. Это лишь недобросовестное поведение бизнеса, использующего данный предлог для повышения цен, отметил министр. Кастак передает, в Казахстане рост цен на бензин будет краткосрочным, поскольку предложение превышает спрос, заявил председатель Национального банка Ербалат Досаев. На краткосрочном горизонте ожидается преобладание ценовых рисков инфляционных, связанных с повышением цен на бензин в начале этого года. Мы считаем, что это будет краткосрочный эффект в течение первого квартала, а потом рынок стабилизируется, сказал Досаев. По его словам, сегодня предложения на рынке больше, чем спроса. В Казахстане перепроизводство бензина, и рынок вынужден будет сбалансироваться. Напомним, 17 октября 2019 года министр национальной экономики Руслан Доленов сообщил, что бензин в Казахстане в случае увеличения акциза может подорожать на 10 тенге. Возможное повышение акциза на бензин министр объяснил повышением бюджетных расходов и стоимостью бензина в соседних странах. Кастак передает. В росте цен на продукты питания виноваты акиматы на местах, считает министр торговли и интеграции Бахыт Султанов. В 2019 году рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 10,5%. В январе текущего года мы наблюдаем сезонный рост цен на 0,3%. Говоря о причинах роста, если исключить все объективные факторы, связанные с неурожаем и экспортом, это недостаточная активность акиматов по мониторингу цен и принятию оперативных мер, сказал Султанов на заседании правительства. По данным министерства, в прошлом году было зафиксировано 67 случаев превышения пороговых цен во всех регионах. Но ни один акимат не принял процедур по установлению предельно допустимых цен и не принял установленных законом мер воздействия на торговые объекты. В интернете выставили на продажу необычный ВАЗ-21099, передает Tengri News KZ. В первую очередь машина привлекает внимание своей ценой. За автомобиль 2001 года выпуска владелец планирует выручить 5 миллионов 700 тысяч тенге, при том, что в среднем подобные автомобили стоят около 650 тысяч. Высокий ценник владелец объясняет тем, что на одометре машины всего 1024 километра. Ее доставили в Казахстан в 2001 году на автовозе и с тех пор хранили в теплом гараже. Сам хозяин авто в объявлении написал следующее. Это машина для коллекции и ностальгии. Житель Узбекистана пытался продать банкноту в 1 миллион долларов за 10 тысяч долларов, передает Tengri News KZ. Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана, мужчина обещал местному жителю оформить кредит в зарубежном банке и хотел продать ему банкноту в 1 миллион долларов за 10 тысяч. В момент продажи он был задержан. В одном из банков страны сообщили, что банкнота в миллион долларов является сувенирной и не имеет никакой ценности. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Это были деловые новости. На этом все. Всего вам доброго и до свидания. Генеральный партнер программы ТО КТП ТО КТП Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова